Буквально за последнюю неделю ситуация на Донбассе резко ухудшилась. Идут постоянные обстрелы и сообщаются о жертвах с обеих сторон. И уже сейчас пошли разговоры о том, что на Донбассе может начаться полномасштабная война. И мы решили спросить у киевлян, верят ли они в это. Привет всем, меня зовут Антонина Белоглазова. Поехали. Даже не хочется об этом думать. Понимаю. Если есть умные люди, то они должны понять, что Украине это не надо. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Надеетесь, это понятно. Мы все надеемся, что этого не будет. Но вы верите в то, что такое вообще возможно? Привет. Даже не знаю, что ответить, потому что я в 13-м году говорила, что кто на нас может напасть. Не с Россией же мы будем воевать. А в 14-м началась война практически с Россией. Поэтому трудно судить. Вы сейчас наблюдаете какие-то там изменения на Донбассе? Сейчас вроде как обострения начались? Ну там же постоянно то слегка обострение, то потише, то российская армия подошла прямо к границам, то они вроде бы это у нас учение. Верю, что не будет. Верю, что не будет. Очень хочу верить, что не будет. Надеюсь, что все-таки хватит ума. Кому вообще интересно обострять этот конфликт? Как вы считаете? Даже не думаю, что это кому-то выгодно с украинской стороны. Я даже не скажу. Сейчас они же воюют. Все может случиться. У нас, видите, как бы летом объявили режим перемирия. А вы его видели, это перемирие. А его нету перемирия. Его и не было. Поэтому все может быть. Может и быть. Почему нам тогда говорили, что это режим перемирия? Может нас успокаивают, чтобы люди так не нервничали. Поэтому я не верю. Скорее всего, что я не верю. Скорее всего, что может быть. Ну вот последнюю неделю опять начались обострения. Может быть вы слышали, что люди присылают видео с обстрелами? Ну я слышала, что наши раненые солдаты, это я слышала. Да, что перестрелка идет, никакого перемирия нет. То есть они никакого соглашения не поддерживают. Что может, кстати, помочь сохранить перемирие? Я в политике не очень, девушка, так что не скажу вам. Ну и хорошо, в итоге вы верите, что может начаться опять война? Ну она идет война, она не началась, она идет. Она идет, она уже семь лет идет. То, что они считают, что это там что-то, но это война идет. И я не знаю, в конце края, наверное, не будет. Не знаю, когда она закончится. Если вот с такими вот, как они вот, переговоры и все это вот, оно же ничего не действует. И оно будет идти еще. В общем, может и не один год идти эта война. Сколько может длиться такая война? Она может и десять лет идти. Она может и пятнадцать лет идти. Это такое, оно затяжное такое вот. А наши хлопцы погибают. За что? Кто может остановить эту войну, по вашему мнению? Ну видите, даже президент не может это сделать. Кто, я не знаю. Только народу восставать и все. Потому что никак. Народу? Да, только никак. Депутаты ничего не делают. Президент, может он там что-то и делает, а может не получается у него делать это все. Не знаю. Видите, толку никакого. Все друг на друга пальцами. Да, да, да. Толку никакого. Никакого. Полномасштабное я не верю. Не могут сегодня войну начать Россия. Не может. Не может, почему не может? Потому что ответственность большая будет. Перед международной общественностью и судом. Ага, и так дальше. А кто может? Что, кто может? Если Россия не может? Нет. За последнюю неделю, может быть вы слышали, а начались Россия? Слышал, слышал, слышал. Да это все запугивание идет с той стороны после санкций определенных, да. Поэтому вряд ли будет война. Путин не рискнет. Он хочет нормально дожить жизнь. Цари хотят нормально умереть, а не в тюрьме сидеть. А что по поводу украинской стороны? Украинская молодцы. Намерения были очень серьезные в украинской стороне Зеленского. Ему не дали наши радикальные другие силы. На их совести пусть это остается. Тогда был момент, еще можно было как-то попробовать. Попробовать можно было. Они не дали. Ну а теперь виноватец кого-то остался. Кому вообще нужны вот эти вновь возобновленные обстрелы на Донбассе? Кому это выгодно? Ну а кому выгодно? Выгодно России. Показать еще раз, что нечего в НАТО вступать. А надо присоединяться к России, как раньше было. Они хотят этого. Потому что, вы же сами понимаете, черноморский плод ихний, Севастополь. Надо базу иметь, выход в Средиземное море. А лишаться это не хотят. Могущество части, могущество военное. Они не хотят лишаться. Вот и все. И не хотят, чтобы здесь стояли американцы или НАТО стояло у кордона. Кто может принести мир на Донбасс? Международная общественность. Америка с Европой вместе должны собраться и наложить серьезные санкции на Россию. Серьезные. Чтоб они почувствовали. Вот тогда они решат, стоит ли за это вот держать там Донбасс разжигать или не стоит. Другого я не вижу. Спасибо большое. Будет Зеленский или я, или третий, или четвертый, толку же не будет. Только так. Только так и не иначе. А почему они тогда сейчас ничего не делают? Америка, Европа? Ну тут много политических моментов. Вы понимаете, никому не надо третья мировая война тоже. Тут надо поглубже смотреть на эти вопросы, да. Надо делать культурно, вежливо и чтоб не было международной войны. Мне вообще очень жалко людей. Мне просто жалко, что люди, знаете, как бы свою жизнь отдают непонятно за что и непонятно за кого. Я русскоговорящая, да, хотя украинка. Мне все равно на каком языке люди говорят. У нас больше ста национальностей. Правильно? И по конституции. Мы можем говорить на том языке, на котором нам надо, да. И без масочек ходить можем. Это у нас какое телевидение? Страна Юэй. Страна Юэй. Интернет-издание. А по поводу войны, как вы считаете вообще? Да нет. Кому нужна она вообще? Почему начались опять эти обстрелы? За последнюю неделю сейчас обострилась ситуация. Обострилась, да. Я просто не следила, что за последнюю неделю обострилась ситуация. Это неправильно. У нас президент как приходил? Говорил, чтобы закончить войну. Правильно? Это человек. Кому нужны оторванные руки, ноги и бездомные дети? Никому. Правильно? А вот, кстати, действительно, кому нужны? Ведь если это все продолжается, вся эта война, вся эта ситуация, то кому это выгодно, кому это надо, кому нужны эти жертвы? Ну, кому-то, наверное, нужны. Ну, не обычному, непростому человеку. Кто зарабатывает на войне, тому и нужны, наверное. А вы не изучали, кто зарабатывает на войне? Ну, не знаю. А кто у нас зарабатывает на тарифах и на полезных ископаемых? Кто у нас зарабатывает на полезных ископаемых, да? У нас по конституции все принадлежит народу, да? А почему у нас ничего не принадлежит народу? Оказалось, что ничего не принадлежит народу, правильно? Почему-то. Да, и президент говорил, что тарифы уменьшатся. Ничего не уменьшилось, только все растет, растет. И человека непонятно, куда загоняют. Как вы считаете, что может помочь остановить эту войну? Совесть человеческая. Вот если придет человек с совестью, да? С совестью. Вот сказал, да? Слово свое держи. И если сказал человек, что я остановлю это, да? И он на этом лозунге пришел, правильно? Пришел на этом лозунге. И что у нас получилось? Ничего. Ни с тарифами, ни с человеческими. То есть получается, человек другой не ценит другую человеческую жизнь. Да? А самое ценное – это человеческий ресурс. Все остальное можно восстановить. А вот человеческий ресурс вряд ли можно восстановить. Да? И детки пошли в школу, они уже не знают, что такое как бы… И кому было выгодно то отдать, то испортить, скажем так, да? Только тому, кто… Ну, ни вы, ни я как бы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы только в мире, правильно? А тот, кто продает уголек, да? Ноттердам плюс или там… Как оно там называется? Или минус, или плюс, да? Мы все понимаем, как эти схемы происходят. Ну, наверное, тому выгодно. Но обычному человеку невыгодно. И обманывают, и все это. И мы видим это все. Любой более-менее грамотный человек, да? Две цифры сложить может? Может. Поэтому… Будем надеяться на лучшее. На совесть надо, понимаете? Потому что всем, когда человек умирает, всем дает одинаковое количество метров. Больше ему никто не даст. Нет, не верю. Не верю? Почему вы не верите? Ну, потому что все стараются, чтобы настал мир. А сейчас вот за последнюю неделю начались обострения? Ну и что, не один раз начинались. Но все стараются, чтобы был мир. Я не верю в это. Наоборот, говорят, что в этом году вообще война должна закончиться. А кто говорит такое? Вчера даже по телевизору сказали. Так что… Ну, так уверены некоторые. Да. Верите, да? Почему вы верите? Ну, население настроено не на мир. Чье население? С какой стороны? Или из той, и с другой? Из той, и с другой. Не хотят мира? Не хотят. А те, кого обстреливают, разве они не хотят мира? Не хотят. Ничего такого не происходит, что может из-за чего начаться боевые действия, возобновиться. Ну, сейчас уже начали обостряться, ситуация начала обостряться, начали стрелять. Ну, это же тянется уже около пяти лет. То обостряются, то перестают. То обостряются, то перестают. У нас лето режим перемирия. Я знаю, знаю, да. В последние недели опять начали стрелять. Ну, скоро перестал, я так думаю. А почему вы думаете, что перестанут? Потому что это происходит уже на протяжении пяти лет. Кто объявил режим перемирия? То начинают, то прекращают, то начинают, то прекращают. То есть такие карусели просто будут продолжаться? Да, как обычно. Как и все в нашей стране. Ну, не только в нашей. А вообще перемирия в этот период было по вашим? Не было. Не было? Были обстрелы, да? Ну, конечно. А вы изучали этот вопрос, когда что-то смотрели и читали? Да, у меня друг воевал. Друг был, друг был корректировщик огня. Ага, вот так вот. Артиллерии. То есть он вам иногда рассказывает, как обстоят там? Да, да, да. Причем он утверждает, но ничего не рассказывает. Почему он так говорит? Что если бы он жил там, в Донецке, то он тоже пошел бы воевать за сепаратиста. Да, почему? Не рассказывает почему. Не знаю. Стоит только догадываться. Ну, я считаю, это все надуманное. Очень. Это так же как... Надумано что именно? Ну, вот этот конфликт. Ну, он искусственно создан. Чтобы кто-то с этого получал бабло, а кто-то срадал. Кто получает бабло с этого? Ну, в основном в России. Как Нагорный Карабах. То же самое Нагорный Карабах, Приднестровье, да. Потом мы. У этой войны будет конец вообще, окончание? Когда поменяется власть в России? А именно в России. А в Украине? А в Украине от этого, ну, ничего с этим сделать не сможет. Когда кардинально произойдут изменения в России, только тогда возможен какое-то прекращение дня и передача возможная нам этих территорий. Я так считаю. Она там, по-моему, и не прекращается. Ну, у нас режим тишины, режим, да, перемирия вроде как лет. У нас и нет никаких конфликтов официально с Россией. Там война не прекращается, то что она идет в тлеющем режиме таком. Ну, так бывают перемирия во время Второй мировой войны с немцами тоже были перемирия, такие же они и песни вместе пели обе стороны. Так что то, что она закончится, ну, я вам скажу так, она, несомненно, когда-нибудь закончится. Когда и как, сейчас сказать это очень трудно, потому что живут, дружат люди, а воюют и ссорятся государства. И в политическом управлении личные интересы иногда у людей превалируют над государственными интересами, но, к сожалению, меньшинство, которое находится у власти, оно и принимает вот эти вот решения. Люди в своей массе не настроены, не ссорятся, не воевать, но они инертны, как правило. Сейчас вот за последнюю неделю начала появляться информация, что усилились обстрелы на Донбассе. Сейчас начали там видео присылать, люди показывают, как стреляют. Вы считаете, с чем это связано? Почему сейчас началось обострение эти? Не трудно сказать, почему сейчас это началось. Понимаете, здесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо быть глубоко в теме, потому что откуда информация, откуда видео. Видео снять и прокомментировать можно как угодно. Надо понимать корневые причины того, что там происходит и правду того, что там происходит. Для этого надо заниматься. Высказывать какие-то поверхностные суждения, почему это происходит. Я не могу, я не имею ни достоверной информации, ни такой информации, чтобы на ее основании какие-то осуждения, делать выводы какие-то. Вы смотрите, у нас вроде как началась режим перемирия летом. Вы говорите, что все равно продолжают воевать. А почему тогда продолжают воевать? Зачем? Почему тогда нам говорят, что есть перемирие, если продолжают все равно стрелять? Есть разговоры, а есть факты. Еще раз говорю, для того, чтобы говорить об этом, надо иметь факты. В любом конфликте, от семейного до межгосударственного, не бывает права одна сторона. Всегда есть какая-то подоплека, что спровоцировало, и так далее, и так далее, и так далее. А то, что сейчас многие спекулируют на этом, и если я слышу даже по радио, даже по каким-то источникам, которым я доверяю, если я слышу о том, что там возобновились перестрелки, или кто-то на кого-то напал с одной или с другой стороны, это надо проверять. Это надо проверять. Была в свое время такая традиция на BBC, не давать в эфир информацию, проверенную менее чем из трех источников. Но, к сожалению, наши средства массовой информации не являются ни BBC, да и BBC сама в последние годы. Что может помочь остановить эту войну уже? Всем надоела она, уже все хотят мира. Ну, давайте возьмем простой пример. Если коротко, да. Муж и жена поссорились. Что может помочь им в дальнейшем иметь между собой нормальные отношения? Разговаривать, беседовать, встречаться, не бить друг другу в морды, только внутренняя культура. Достаточно ли у наших людей, у нашего народа внутренней культуры, чтобы не бить друг другу морды? Ну, не знаю. Хочется надеяться, что да.